Издательство Бомбора. Океан книг. Прежде подумает, что придется преодолеть. И нередко приходит к выводу, что список препятствий едва ли не бесконечен. А что мешает переговорщикам, порой даже весьма опытным, достигать своих целей? Негибкость взглядов, неготовность к компромиссу, личные амбиции. Да, и этот список можно продолжать и продолжать. Мне очень часто задают подобные вопросы на тренингах. Я отвечаю всякий раз, учитывая конкретную ситуацию. Однако с годами я увидел, что есть смысл обобщить ответы. В результате родилась эта книга, которая не просто дает ответы. Я стремился написать учебное пособие по одной из самых сложных дисциплин бизнес-тренинга – настольную книгу переговорщика. На этих страницах собраны упражнения, которые помогут не только узнать о различных приемах ведения успешных переговоров, но и сразу потренироваться. Книга станет вашим личным инструментом ведения переговоров, вашим арсеналом боевых приемов. Говоря вам, я прежде всего имею в виду тех, кто открыл для себя переговоры и как науку, и как настоящее искусство. Книга будет полезна тем, кто хочет заранее готовиться к переговорам, просчитывать всевозможные шаги и варианты развития событий. И это не просто слова. Обучаясь на семинарах и тренингах, в том числе в Кэмп Нагошейшин Институт США, я всегда стремился воплощать все самое ценное в жизнь. Все мысли, изложенные на этих страницах, пропущены мной через призму личного восприятия, опыта, сознания. Все приведенные примеры – из личного опыта. Все рекомендации и советы давно отработаны на практике, и их польза тщательно проанализирована. Кем и когда? Да простит читатель кажущуюся нескромность, но ответ будет мною – человеком, у которого опыт работы в продажах и закупках более 17 лет. Человеком, которому приходилось вести сложные и нередко, на первый взгляд, бесперспективные бизнес-переговоры едва ли не половину своего 16-часового рабочего времени. Впрочем, может быть, читателю уже попадала в руки моя первая книга «Жесткие переговоры». Или он слышал о ней от друзей и знакомых. Спешу разочаровать тех, кто ее не читал. Название первой моей книги вовсе не означает, что техники переговоров связаны с грубостью или чрезмерным давлением. Как раз наоборот. Согласен, в наши дни мы нередко сталкиваемся с быдлом, хамами, танками, царями и подобными персонажами, с которыми, однако, нам приходится иметь дело. Стиль ведения переговоров таких персон порой, если не обескураживает и не сбивает с толку, то как минимум вызывает трудности в получении нужного результата. В этой книге я познакомлю вас и со специальными техниками жестких переговоров, применяемыми в том числе спецслужбами. Книга позволит вам изучить основные стратегии перехвата, удержания и управления в сложных переговорных ситуациях, а также отработать и внедрить на практике навыки, позволяющие контролировать протекание жестких переговоров. Обязательно отработать. Именно поэтому я привожу так много упражнений. Ведь переговоры – это прежде всего практика. Удачи! Введение Каждый из нас прекрасно помнит, чем он увлекался, когда был совсем маленьким, когда подрастал, когда получил студенческий билет. Я, став студентом, как и многие мои друзья-сверстники, стал заниматься каратэ. Интересно, престижно, да и я же мужчина, черт побери. Читатель, скорее всего, вполне себе представляет, как происходят тренировки в таких секциях. В просторных спортзалах тренер обучает ребят особым приемом, навыкам, техники. И, конечно же, строгий тренерский наказ – никаких конфликтов на улице. Мы, естественно, спарринговали, но контакт в спортзале был всегда ограничен. Опасно, запрещено. Тогда мы вполне могли считать себя, и, в принципе, так и делали, успешными бойцами. Принимали участие в слетах, выездных тренировках, ездили в спортивные лагеря, изучали приемы, отрабатывали их, демонстрировали свои умения на соревнованиях разного уровня. И, конечно же, побеждали, завоевывали пояса. Так что нам оправданно казалось, что мы серьезные бойцы, полные уверенности в себе и своих силах. Но все расставил на свои места один банальный случай. Поздним вечером мы с ребятами возвращались с тренировки. К нам подошли трое парней явно хулиганской внешности и попросили закурить. В таких ситуациях просьба закурить выглядит не совсем безобидной, а вполне логично ожидать последствий в стиле классика жанра. Но нас-то, каратистов, не напугаешь. Какое решение мы приняли? Понятно какое. Полные уверенности в своем профессионализме мы решили сразу принять бой. Еще бы! Мы же спортсмены, мы владеем настоящим боевым искусством, мы определенно должны были победить. Должны были бы, но... Тут-то и появилось некое но, и именно оно оказалось решающим. Читатель уже понял, что наш прогноз был неадекватным. Да, нас разгромили, что называется, в пух и прах. И скажу честно, досталось нам сильно, и физически, и морально. Эти уличные хулиганы оказались намного быстрее и сильнее нас. В самом деле, изученной специалистами, преподанной тренерами техники ведения боя, у них не было, не то что у нас. Но наша техника нам даже и не пригодилась. Вот и получается, что уличный боец оказывается сильнее любого спортсмена, который тренируется в зале. Почему? Потому как у спортсмена есть определенные навыки, есть тренировка, но не хватает личного контакта. А самый серьезный и сильный боец – это тот, кто и техникой в совершенстве владеет, и уличные приемы знает. Здесь самое место заметить – уличные приемы не стоит недооценивать. Это с точки зрения науки они не должны работать, а в жизни сплошь и рядом работают, да еще как. Мы были молоды тогда, опыт только-только начинали набирать. Вот и недооценили силу улицы. К чему эти мои воспоминания, спрашивает читатель? Уж не хочет ли автор дать понять, что вместо боя эти горе-каратисты должны были повести искусные переговоры? Книга-то о чем? Книга-то об этом? Да, книга о переговорах. Но главное в ней – техника их ведения. Включаясь в ведение переговоров, вы в сущности вступаете в бой. И здесь стоит точно знать, как действовать правильно, согласно теории. Но надо уметь и противостоять уличным бойцам, научной теории неведающим. Книга, которую вы держите в руках, объединяет в себе то множество научных подходов, которые существуют в современном мире переговоров. И вместе с тем она включает в себя тот богатый жизненный опыт, который накопился в процессе самостоятельного ведения переговоров, как в бизнесе, так и в жизни, как с властными структурами, так и с бизнес-сообществом. Субтитры создавал DimaTorzok